Ребята, всем привет! Вы на канале Семенович Матданных. Меня зовут Славян. Вот на инстаграм подписывайтесь, если вы еще этого не делали. Мы сегодня приехали в Туапсе. Мы поедем с вами на одно из самых топовых мест в Туапсе. Это скала Киселева. Там снимался фильм «Бриллиантовая рука». И мы сегодня, кстати, в полном составе. Темка уже выспался, пока мы ехали. Ждем только сеньора Батона Родиона и идем гулять. В общем, погнали. В общем, мы сейчас свернули с дороги, которая идет на Джугбу, Джугба-Сочи. И едем вот по такой дорожке, спускаемся к горе. К скале Киселева. Так, ну что, смотрите, здесь есть вот такая парковочка. Мы тут оставляем машину и дальше двигаемся пешком. Хотя здесь вот можно как-то заехать, проехать. Не знаю, ну не стали мы, в общем, рисковать. Смотрю, люди оставляют машины и спускаются. Поэтому мы сделаем именно так. Не знаю, сколько нам идти. Чуть позже вам расскажу, сколько мы шли. Ну вот, друзья, вся дорога вот такая. В принципе, удобно спускаться. Я думаю, что удобно будет и подниматься. Единственное, что грязно, потому что дожди идут. И вот я сразу вижу, что люди заезжают. На машинах вот здесь, видимо, так оставляют. И дальше пешочком. Единственное, нужно понять, куда-либо на право, либо прямо. Здесь, конечно, есть вот указатель. Кто-то баллончиком написал. Киселева. Ну, возможно, значит, там туда. Хотя не точно. Ну да, туда вообще куда-то дорога уходит. Значит, мы двигаемся сюда. Оно прям очень грязно. Видите, прям. Артем, не бегай, сынок. Дальше. Дальше через лес. Здесь лес такой красивый. Что в Лазаревском, что в Топсинском районе. Он такой густой. Воздух здесь просто какой-то... Ах, нереально классный. Так, смотрите, скользко. Артем, иди за мной. За мной иди, где я иду. И не надо бежать. Здесь скользко. Грязь очень скользкая. Да, то есть, в принципе, в принципе, на машине даже дальше тоже можно ехать. Но не стоит лучше. Дальше дорога все грязнее и грязнее становится. Идем вот так вот вблизь деревьев. Посмотрите, там обрывы, ущелье. С этой стороны тоже ущелье. Мы как будто бы идем на какой-то горе. Дальше впереди я, в принципе, вижу уже то ли это небо, то ли это море. Но, скорее всего, море сливается с небом. Идем и тоже думаем. Главное, чтобы погода сейчас не испортилась, не полил дождь. А то выбираться отсюда будет еще интересней, когда пойдет ливень. Ну, судя даже по следам, здесь люди приходят, жарят шашлыки. И видны следы, как ездят машины туда дальше. Смотрите, какая сосновая роща пошла. Вау, красота. Очень прикольно вообще прям. Начали мы, значит, вот от такой полянки. Здесь, видимо, туалеты. Сделали такую помойку. Дорогу туда еще уходит вниз. Вот я не знаю, куда нам точно идти. Вот там вот люди идут. Ну, и там тоже люди стоят. Сейчас будем смотреть, куда именно. Ну, вон там тоже люди вообще спускаются, поднимаются. Сейчас посмотрим. Да, виды здесь вообще огненные. Так, ну, не, походу, не сюда. Нам нужно где-то там спускаться будет. В общем, спросили у ребят, они сказали, вниз надо идти. То есть, вот по вот этой дороге сейчас будем проходить. А вот теперь пошла дорога, получается, резко вниз. Вот это живлено. Тут вот прям все уже есть. Люди, я вон вижу людей. Ничего себе прилипает. Вон тоже люди. В общем, все, пошла дорога вниз. И даже там люди есть с палаткой. Видимо, сюда приезжают, вот так вот приносят палатки. С детьми, кстати, прикиньте. Сделали там вон гамак. А вы тут на несколько дней стоите? На несколько дней стоите? Не понял. Стоите несколько дней, говорю? Ну, вторую ночь. Ничего себе, как тут? Ну, Кирилл ходит, тут енот один. Ага. Где-то он был, еду воруют. Часто здорово. Так не страшно. Не сдувает ветром? Ну, вечером мы просто не знали, что ты енота. Вечером два глаза увидели, маленько подоспределялись. Класс, молодцы. А так хорошо, да? И в каком количестве вы тут отдыхаете? Сколько детей? Ну, три ребенка, двое взрослых. На скалу? Да. Не были еще там? Не, не, первый раз. Мы тоже просто с палатками любим останавливаться. Везде в диких местах, вот я просто уточняю. Ну, здесь хороший, да, вот мне что-то понравилось. Ну, бегает, бегает, да. Потому что вечером и ночью только, а днем спит енот. Надувной гамак-то? Ну, бортики надувные у него. Сам-то он не надувной, просто бортик. Ну, я понял, прикольно. Слушайте, взор. Там будете спускаться, осторожно, сейчас после дождя скользкая. Ну, эти скалисты, да, то что? Там камешки скалисты, да, на которые становитесь, но там все, вот мы просто сейчас оттуда пошли. С грязью, ну, это. Ну, ладно, мы пресс не привыкать, как говорится. И сама деревянная лестница, которая в самом низу уже на берег спускается, она вот тоже скользкая от дерева, но скользкая от грязи, осторожно. Ну, ладно, пойдемте, пройдемся. Пойдем. Здорово, ладно, хорошего отдыха. Классно, танцы. Пойдем, парни. Пока-пока. Вот так вот люди отдыхают с детьми, поэтому кто боится путешествия с детьми, ничего не бойтесь, классно, с палатками. Вы вот взяли и на скале, где вы тут, в округе можете переночевать вот так вот. Вы видели у них какой вид? Да ни один отель не похвастаются таким видом. Ну, красота же. Вот единственное, видите, рассказал, что испугались они ночью, когда вышли еноты. Да, было им страшно. Ну, конечно, здесь просто дикий лес. Здесь ничем не контролируется, никем не контролируется. Да, не дай бог вообще. Но все равно очень круто. Так, ладно, мы дальше продолжаем спускаться. Вот, будем аккуратненько. Скалистая местность, да, вот после дождя скользко. Вон, какие скалы вообще, ничего себе. Здесь много всяких разных тропинок. Не знаем пока, куда идти, поэтому я на нейтральной территории оставил сейчас всех и решил подняться. Господи, какие тут виды, ребята. Да ладно, вы только посмотрите. Это же... Обалдеть, какая красотища. Вы только гляньте, ребята. Кайф. Вниз-то. Посмотрите, какой обрыв уходит вниз. И вот то ли нам туда идти, то ли все-таки вот здесь по тропе нам надо спуститься. Пока я до сих пор не понял. Вы готовы? Слушайте, ну просто нереально. Вообще. Вот это тут виды, ребята. Слушайте, очень, конечно, стремно и опасно. Вообще что-то нереальное. Вот это красотища. Ладно, я пошел за своими, попробую здесь пройтись. Я забрал всех своих. Теперь мы идем в месте. Но вопрос куда, пока не пойму. Настенька с Артемом двигается. Да, после дождя здесь идти прям достаточно опасно, учитывая, что кругом обрывы. Вот эти камни очень скользкие. Ноги разъезжаются. Плюс вот эта слякоть. Но все равно очень интересно, захватывающе. Вот такие вот, видите, ступеньки. Что, Настен? Что, Настен? Стой. Чуть не полетела. Аккуратно. Артемка, не тяни. Не екай. Здесь вот просто вот так вот, как по лесенкам. Так, ладно, я здесь отключаюсь. Слушайте, жесть нереальная. После дождя вообще не рекомендую сюда двигаться. Тем более с детьми. Давай на колесо. Ну, Настенька, вообще молодец. Просто он беременный. Видите как? Все, дальше мы идем прям вдоль. Вдоль ручья. По камушкам, Родион. По камушкам. Там иди по той стороне, как по камушкам. Вот, вот, вот. Молодец. Оп, и там же, там же продолжай. Давай, давай, давай. Оп. Умница. Банда, вы как? Так, вот так же поверху идем. Давай, 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 давай. Вот так вот пойдем сюда. Вот сюда переходи. Давай, давай. Ох, молодец, сынок. Так. Фух, там он уже, волна бьет. Настенка уже включила панику. Мы не туда пришли. Мы не туда пришли. Я говорю, туда. Посмотрите, какая тут, ребята, красотища. Я вообще, я столько, я так давно такого не видел. Ухууу Мы пришли. Ухуууу, дай. Стой, ждем всех. Где наши? Вон идут. Дальше идет деревянная лестница. Но она очень скользкая и очень крутая. Так, давай. Спускаемся, Родён. Очень аккуратно, держись. Да, Заеку. Держись. Ой, ее, какая. Наська, очень скользкая лестница. Давай, держись крепко, прям двумя руками, держись за нее, а я тебя буду подстраховывать. Давай. Нереально какая-то скользкая вообще. Слушай, ну когда ты доходишь, сколько я радости, да? Сейчас, мимик! Огонь, а? Давай. Сейчас схватило, схватило. Вообще класс. Ааа, получилось. Слушайте, посмотрите, как тут великолепно. Еще и море штормит. Вот она, скала Киселева. Фуууу, не, ребята. Что-то нереальное. Везде знаки висят. Купание запрещено. Купаться, конечно, не будет. Посмотрите, это просто скальные сэндвичи. Вообще дикие места. Очень обидно, что вот так делают помойку. Ребята, очень прошу, если вы смотрите данный видеоролик, если вы сюда приходите с ночевской, пожарить шашлык, попить пиво, унесите за собой мусор. Да, я понимаю, уносить его будет очень сложно. Но в противном случае, блин, вы не приходите. Но это такая жесть вообще. Это уникальное природное место. Уникальнейшее. Которое засирать вот так, ребята, нельзя. Ни в коем случае. Это место смотрится еще масштабней, потому что сегодня вот такая погода. Шторм. Великолепие. Что-то с чем-то захватывает дух. Можно дальше гулять по пляжной линии. Там даже есть какой-то водопадик. Вот еще подошли люди. Вообще класс, посмотрите. О, какая красотища. Ребятки, как вам? Пишите в комментариях, кто здесь был. Так, надо побыстрее, сюда бьет волна. Кто здесь был? Как вам это место? Вот, смотрите. Горная река. Ручеек какой-то отсюда прям. Тут вот прям, видите, водопадик я даже нашел. Да, и можно вот так вот гулять по всей береговой линии. Класс. Я в восторге. Я, правда, я давно не видел таких великолепных... видов таких шикарных мест. Смотрите, как из этих скал растут сосна. Там огромный сосновый лес. Гляньте, как корни сосны вырываются из этой скалы. Какой же тут кайф. Это просто, ребята. Просто садишься и ловишь дзен. Класс. Да нет слов. Правда. Одни эмоции. Шикарно. Просто великолепно. Ребята, на этом шикарном месте я завершаю данный видеоролик. Подписывайтесь на канал. Жмите на лайк. Делитесь этим роликом в свои социальные сети. И самое главное. Помните, что путешествовать с детьми, путешествовать беременным можно и нужно. По-моему, своим примером мы это доказываем. Подтверждаем, что это классно, это возможно. И это просто суперски. Всех обнял. Увидимся с вами завтра в новом видеоролике. Пока. Продолжение следует.